Дорогие сограждане, все мы с вами понимаем прекрасно, что первые люди, которые находятся ближе всего к населению, это, конечно, местная публичная власть. Это районные власти, это примары, это советники. И хотелось бы сегодня напомнить о том, что когда произошла пандемия, пришла пандемия в нашу страну, то первые, кто боролся с последствиями пандемии, были именно местные власти. Это районные советы, это примары и так далее. Первым, кто встречал беженцев на границе нашей страны и протянул руку помощи, были также местные избранники. А сегодня, к сожалению, власть ПАС даже не соизволила сказать спасибо этим людям за то, что они выкручиваются как могут, находят финансы, пытаются выжить, пытаются помочь людям и ответить на все сегодняшние вызовы. Просто потому, что власть не приезжает к территории, не хочет слышать наших граждан, не хочет слышать наших местных избранников. К сожалению, этот подход не является верным. Большими шагами нас ведут к так называемой административно-территориальной реформе. Эта реформа потерялась где-то в кабинетах и в коридорах правительства. И, к сожалению, если мы говорим о демократии, если мы говорим о прозрачности решений, то где она, эта демократия? Ведь эта реформа абсолютно не обсуждается ни с одним из субъектов данной реформы, ни с одним из участников данной реформы. Я имею в виду примаров, местных и районных советников, председателей районов. А в первую очередь, это жители нашей страны, это граждане, которые проживают в территории. Уважаемые сограждане, я думаю, что сегодня стоило бы власти задуматься о том, о какой эффект возымеет данная реформа. Лишение компетенций районных властей приведет только к тому, что услуги и участие управленцев в жизни граждан станут намного дальше от простого народа. Добровольное объединение сел приведет к тому, что маленькие примарии, к сожалению, исчезнут. Сегодня им и так не хватает финансирования. Сегодня им и так достаточно сложно. Мы выступаем категорически против данной реформы, считаем, что она не обсуждена, считаем, что она не обдумана и считаем, что она приведет к хаосу. Мы просим власть остановиться, обратить внимание на наших местных избранников, повысить им заработные платы, помочь нашим гражданам справляться с проблемами и прекратить в дальнейшем проводить такие непопулярные и антинародные реформы.